На этой территории в конце 70-х местные жители своими силами построили парк. Возвели аттракционы, колесо обозрения и установили скульптуру динозавра. Фигура стала символом местности, поэтому и назвали её динопарк. Но несколько лет назад эту землю отдали под застройки. Сейчас же выясняется, не все из них законны. Чтобы говорить о третьей очереди строительства, необходимо было получить разрешение на строительство. Такого документа у меня нет. Я думаю, такого документа нет в архитектуре и у других органов, которые контролируют и надзирают застройкой. На прилегающей территории уже есть два корпуса жилых домов, которые трогать не станут. Но третьего быть не должно, отметил Олег Козурин. На выездном совещании с участием членов правительства города подрядчику сообщили, дальнейшие строительные работы остановлены, соответствующие письменные уведомления подготовлены. Я ещё раз повторю слова губернатора, который был энное количество месяцев назад на этой территории. Он тогда поставил задачу перед городскими службами всё-таки вот это ограждение отсюда убрать, подрядчика заставить организовать строительную площадку рядом со строящимся объектом, который у нас находит слева, и это всё разгородить, и чтобы это была единая парковая зона. Если подрядчик самостоятельно не будет выполнять наши требования или требования губернатора города Севастополя, соответственно, мы примем определённые свои меры. То есть, какие меры, мы сейчас не будем объявлять, они у нас прописаны в дорожной карте. С застройщиком пообщались, дали указания. В приказном порядке будет подготовлен акт, будет нагрузка на этого застройщика. Сейчас у севастопольских активистов появилась идея – обустроить эту территорию и возродить динопарк. Периодически они организовывают здесь субботники, убирают мусор, устанавливают скамейки, ухаживают за зелёными насаждениями. Проект будущей зоны отдыха общественники предложили представителям городских властей. В свою будущую концепцию мы закладываем как раз-таки создание зон для разных категорий граждан. Там предполагается место и для пожилых людей, где они могут посидеть в тени и пообщаться. Отдельно будет зона для самых маленьких, которая будет максимально удалена от дорог и будет максимально безопасна и чиста. Будет зона для активных игр, для детей, можно сказать, самых активных пользователей всех парков. Это дети от 6 до 12 лет. Это будет какой-то городок. Очень здорово, очень замечательно. Я вижу, что общественность, молодёжь наша особенно неравнодушная к тому, что происходит в городе. Пригласили правительство, здесь представители наших департаментов, управлений, обсудить этот вопрос. Чтобы начать работу по возрождению динопарка, нужно определить территорию участка, отмечают представители правительства. Парк сохраним. Мало того, парк в ближайшее время будем кадастрировать. Границы его. Ну и дальше молодёжь. Среди них есть дизайнеры, которые разработают проект этого парка. Со своей стороны, члены правительства пообещали общественникам всестороннюю поддержку. И организационную, и финансовую. Планируется, что из местного бюджета в следующем году выделят деньги на обустройство как этой территории, так и других подобных парковых зон Севастополя.